Приветствую вас, друзья, и сегодня мы посмотрим на мобильную игру под названием High School Simulator 2019. Свежая часть песочницы про обыкновенную японскую школьную жизнь. В предыдущую часть мы уже играли, по-моему, около полтора года назад, что ли. Или в районе того, может быть, год назад, может быть, даже меньше, на самом деле. Нам предлагают выбрать персонажа, либо мужского пола, либо женского. Я думаю, тут спорить никто не будет. Выбираем женщину. Как и в предыдущей части, есть кастомизация. И кастомизировать, похоже, я, друзья, могу только волосы. А нет, цвет глаз, смотрите, могу выбрать. Давайте какой-нибудь темный, вот такой вот красный, кровавый. Выберем цвет и волосы сделаем черные. Крашеные губы, смотрите, есть. Блин, на самом деле и глаза меняются. Я что, зря устанавливал? Кроваво-красные. Так, короче, готово. Все остальное заблокировано, как вы видите. Абсолютно все. Там какие-то очки, по-моему, рога даже, смотрите. И все это нужно открывать, насколько я понимаю. И вот мы появляемся возле школы. Такие вот элементы управления. Здесь два стика справа и слева, как вы видите. И четыре классических геймпадных кнопки. Ворота, кстати, сами только что открылись внезапно. И мы можем творить все, что заходим. Да, брать все различные предметы. Собственно, сама школа вроде как с предыдущей части не особо поменялась. Вроде как был добавлен многочисленный транспорт. Вот велосипед здесь, смотрите, различное вооружение. И какие-то люди, которые не прогрузились. Но если подойти к ним поближе... Здорово, отлично выглядишь. Какой-то клуб флористов или типа того, садовников. Давайте вступим в клуб. Смотрите, у нас замечательный цветочек на голове появляется. Так, а вы что здесь делаете, ребят? Этот вообще на картах сидит. Это что, местные гопники? Здорово, мужик. Можно просто поздороваться. Причем, смотрите, есть анимация. Ничего себе. Лицом прикоснулся к груди нашего персонажа. Так, давайте с этой девочкой тоже познакомимся. Здорово. Как дела? Отличные уши, кстати. Так, ну и теперь, я думаю, вооружимся. И попробуем нападать, например, гопнику. За приставание к нам. Допустим, топорик, я думаю, подать. Или катан, друзья. Классическое японское оружие. Давайте возьмем катану. И попробуем атаковать этого гопника. Так, что-то он подбегает к нам. По-моему, он все прочухал. Так, ну ничего страшного. Заводим вот сюда вот за дерево. И атакуем. Одного удара хватило. Блин, смотрите, тут даже кровь есть. К сожалению... К сожалению, части тела не отрывается. Я сначала подумал, что я его пополам разрубил. Блин, смотрите, и на нашем персонаже тоже кровь остается. Даже на катане. Причем на задней части. Точнее, не на задней части, а на рукоятке. Осталась кровь, а на лезвии ничего. Так, от гопника избавить, друзья. Мне кажется, мы благое дело сделаем. И здесь есть вот такой вот мусоросжигатель. Так, можно мне избавиться от улики? Или нет? Блин, я закрыл эту хрень и теперь открыть не могу. Надо было сначала закинуть как-то туда катану. А потом ее закрыть. И заставить действовать, работать. Теперь видим... О, нормально. Она откатилась. С огнем они не стали заморачиваться. Такой вот двухмерный огонь, но достаточно симпатичный. В стиле. В стиле игры. Правда, ноги у нас немного ступней проваливаются. Так, на Б кладем. Все, избавляемся, друзья. Никто ничего не видел. Гопников у нас и не было вообще. Давайте возьмем велосипед и прокатимся теперь немного по городу. Я думаю... Правда, кровь у нас осталась. Можно вообще помыться? Можно ли избавиться теперь от трупа, честно говоря? Да, похоже, можно, друзья. Так, ну, отлично. У нас появился еще один мусор. Пожалуй, мы воспользуемся снова мусоросжигателем. Причем след, смотрите, остается крови. Или я не могу его туда затолкать? Давай. Твою мать, я кинул не в ту сторону его. Так, ничего не происходит. Все под контролем. Все нормально. Просто выкидываем мусор. Ну-ка, давайте попробуем вот отсюда кинуть, например. Да, блин, не в ту сторону кидаешь. Какого хера? Кидаю в сраный мусоросжигатель. Смотрите, сколько кровища здесь. Так, я присел вместо того, чтобы взять его. А его женщине, кстати, наплевать. Она по-прежнему сидит. Она даже не согрелась на нас. Таке б твою мать. Видимо, она тоже хотела давно избавиться от этого гопника. Так, нормально. Блин, ну, практически получилось, друзья. Может, он все-таки сгорит как-нибудь. Ладно, короче, так, нормально. Погнали дальше. Возьмем велосипед. Или давайте даже без велосипеда посетим нашу школу, собственно. Посмотрим, что тут внутри. Может быть, мы что-то любопытное здесь сможем найти. Блин, симпатичные классы. Смотрите, даже следы от мела. Можем что-нибудь написать? К сожалению, нет. Давайте переместимся на задний дворик. Здесь вот такой вот фонтанчик имеется. Единственное, напрягает вот эта вот текстурка земли и травы, газончика. Она очень низкого разрешения, размылена. Тут, смотрите, спортивные площадки различные. А есть здесь бассейн. Честно говоря, я бы немножко искупался, чтобы избавиться от следов крови. Мяч, смотрите. Похоже, здесь и футбол можно будет погонять. Игра, если что, только недавно релизнулась. Так что это ранняя версия. И контент будет только с течением времени. Добавлять можно, поднять мячик. Так, и теперь мы введем его. Ну-ка, давайте попробуем ударить поворотом, например. Забавная игра, на самом деле. Здесь можно почилить, побегать. Мда. Ну, я и косыгин. Футболист из меня не очень. Ну, давайте еще раз попробуем. Вот с такого расстояния я точно забью, смотрите. Оп. Вроде как был гол. Но никаких оповещений не было. Так, окей. В клуб футболистов мы, пожалуй, вступать не будем. Давайте теперь обойдем школу. И посмотрим, что вот с этой стороны. Какой-то ангар непонятный даже. Не знаю, что там находится. Судя по всему, туда можно как-то попасть. Так, и бейсбольная битва. Здесь валяется, друзья. Давайте возьмем, на всякий случай. Пригодится. Блин, не ту кнопку нажимаю постоянно. А, это баскетбольная площадка, смотрите. Скрытый зал вот такой вот. Здесь можно, видимо, в баскетбольный клуб вступить. Интересно, я могу состоять только в одном клубе или сразу в нескольких? Я так понимаю, клубные преимущества здесь в виде различных украшений. Кстати, тут чувак пропал. Все-таки он сгорел, видимо. Или труп исчез. Я думаю, никто ничего и не западал. Вот, друзья. Все так и было. Какие-то лужи непонятные красные. Ну, видимо, красили здесь заборчик. Да, вон, смотрите. Работали. И немного разлили краску. Можно, интересно, угнать тачку, например? Да, друзья, можно угнать абсолютно любой, похоже, автомобиль. Блин, ну я нашел для себя идеальный фургончик. Так, ну-ка на Y нажимаем. И погнали. Нормально. Убили какого-то гопника, угнали тачку. Обыкновенная школьная жизнь. Правда, управление здесь не очень здоровское. Так, X это назад, но... Что-то я назад сдать не могу. Могу только вперед ехать. На А можно также подпрыгнуть, ни хрена себе. Можно взлететь даже, друзья. Так, ладно, полетели. Давайте как раз осмотрим эту зону. Не знаю, это баг или пока что в ранней версии так сделать решили. А вот и бассейн, кстати, который я искал. Ну-ка давайте попробуем помыться. Так, что-то я упал немного обратно на парковку. Давай, вперед. Так, летать здесь не очень здорово. На наземном транспорте. На автомобилях и так далее. Здесь вроде как и вертолеты есть. Блин, я, похоже, не вывернусь теперь с парковки вообще. На бусики, по крайней мере. Ладно, забейте на него. Он перевернулся, тем более. И в этой игре, помимо школьной локации, еще представлен целый город, по которому можно путешествовать, заниматься чем угодно. Вступаем в клуб, друзья. Вот, замечательный костюмчик. Причем что-то ярко все стало. Видимо, тут смена суток также присутствует. И, кстати, мы уже помылись. Но можно искупаться еще немного. Вы только посмотрите, какие движения. Приблизительно такими же движениями я тонул в детском саду. Спускался потихонечку ко дну, пока я не потерял сознание. Она, кстати, тоже, по-моему, по дну плавает. Смотрите, она полностью под водой. Раскрыл рот. Видимо, не хватает кислорода. Цветочек, кстати, из клуба садовников остался. Так что, возможно, здесь сразу во все клубы можно вступать и получать сразу несколько преимуществ. Бусик наш до сих пор здесь валяется. Так, ладно, давайте возьмем какую-нибудь другую тачку и попробуем немножко проехаться по городу. Например, вот эта сойдет. Так, поехали. Физика, конечно, здесь автомобилей жуткая. Так, магазинчик какой-то. Карта, я так понимаю, точно такая же, как и в предыдущей версии. Так, автобус какой-то неожиданно среди дороги. Трафик не реализован, как вы видите. Люди сейчас редко встречаются. Да и занятий здесь не так много, как хотелось бы. Так, тачку заносит, кстати, дико. Посмотрим, будут ли разработчики дорабатывать эту игру. Будут ли вводить, вносить нововведения. Так, ну все, застрянуло в заборах. Здесь ограждение, к сожалению, забивать нельзя. Обычный день в японской глубинке, друзья. Школьница в купальнике застряла на тачке, врезалась в дом и теперь разгуливает. Хотел бы я сказать с оружием, но я просрал свою бейсбольную биту. Так что у нас на этой трассе ничего нет. Давайте еще заглянем в какое-нибудь здание. Не во все здания, конечно, можно заходить. Да, в обычную многоэтажку попасть вообще нельзя. Видимо, только по магазинчикам и по каким-то значимым местам мы можем путешествовать. Вот, смотрите, площадочка какая-то, по-моему, с солнечными панелями. Это что? Еще какая-то спортивная... Еще один бассейн. Или я обратно на территорию школы попал. Да, я обратно залез, друзья, на территорию школы. Сам того и непонятно. И теперь отсюда будет крайне проблематично выпрыгнуть. Но зато мы можем забрать нашу бейсбольную биту и дружески столкнуть нашу соклубницу в бассейн. Ну-ка, получится это сделать? Ну, честно говоря, не как в Вормс получился толчок. Но, по крайней мере, мы ее обезвредили, друзья. Все с ней в порядке, естественно. Не переживайте. Погодите. Сейчас мы ее возьмем. И приведем в порядок. Вот ей уже лучше. Видите, это пятно выступившее. Это просто те самые дни. На самом деле, все с ней в порядке. Скоро она очнется. Так, ну а мы опять покидаем место, друзья. Пока никто сюда не пришел. На выходе возле школы можно поменять костюм. Смотрите. И здесь большое их количество, на самом деле. Никакой валюты не нужно. Трать... О, этот костюм с крыльями, я помню, в предыдущей части был, по-моему. Ну-ка, давайте на него еще раз посмотрим. Вот он. Вот это, я понимаю, костюм. И даже, смотрите, анимации изменились. Идут какой-то плюшевый кот. Есть ли он живой? Кот? С тобой можно поговорить? Можно заставить его следовать за мной, смотрите. Махали ему. И теперь у нас есть головастый котик, смотрите. Разве это не прекрасно? Это лучшее, что есть, похоже, в этой игре. Ладно, давайте сменим все-таки костюм. Чтобы мы не выглядели настолько вульгарно. Оставим стандартный. Ну-ка, давайте посмотрим. Да, кот за нами бегает, смотрите. Интересно, может ли он кого-то загрызть? Очень сомневаюсь, конечно. Мне кажется, этот котик безобидный и просто будет следовать за нами. Кстати, ствол я также нашел. Смотрите, здесь пистолет валяется. Помимо пистолета здесь вроде как есть и другой огнестрел. Но явно не здесь, не в этой зоне. Сразу наша школьница принимает позу, боевую стойку. И готова открыть огонь. Лазерный прицел здесь вот так вот. Иногда глючит управление. Не знаю, с чем это связано. Но все же неприятно. Возможно, это из-за того, что я на эмуляторе, собственно, игра. Так, придется избавиться от нашей соклубницы, друзья. Чтобы проверить работоспособность пистолета. Да, он отлично работает. Какой ракурс только что был. Чего ты так смотришь, котик? Я не убийца. Это был тест. Это вообще не мое. Не знаю, что здесь творится в этой школе. Ладно, друзья, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.